Значит, мы продолжаем изучать Тору. Приветствуем вас на Волна Святости. Платформа Вайкра. Иудаизм простым языком. Я помню, когда я пришел в Ешим, у нас был один раввин, у которого я учился. Он преподаватель у Торы Рабхайм Шоула. Очень был такой веселый раввин, в плане, мы называли между собой его уроки Торы по понятиям. Он умел так объяснять простым таким языком по понятиям. В 90-е годы это же было шансон и все такое. И он очень смешно, весело объяснял. Рамзильбер тоже очень рассказывал простым языком, он очень просто, понятно все объяснял. Мы идем по этой же методике, не усложнять, а наоборот делать простым и понятным. Но при этом, чем отличается Вайкра, есть только один иудаизм. Нет другого, нет консервативного, нет реформистского, нет вообще. Это все настолько выдуманы условности. Есть только Тора в чистом виде и те, кто ее соблюдают на 100%, на 90%, на 80%, на 70%, на 60%. А есть, которые вообще ее не соблюдают, но при этом называют себя реформистами. Мы реформисты, мы ее реформировали. Я как бы в ответ назвал себя, что я реформист и веган. Реформист и веганы едят мясо. То есть, это вот примерно быть реформистским иудаизмом, это то же самое, что быть реформистом-веганом или реформистом-нудистом. Реформисты-нудисты, они ходят одетыми на пляж. Да, то есть, зачем ты называешь себя нудистом, если ты ходишь одетый? Но они назвали себя реформисты-нудисты для того, чтобы не знать, для чего они это сделали. То есть, точно так же, зачем реформисты иудаизма назвали себя реформистами, иудаизмом оставили название, если они отказались от закона иудаизма. Это мне тоже непонятно. Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать сейчас книгу, которая называется «Пути праведников». «Пути праведников» – это книга, написанная около тысячи лет назад, «Обходцы, дети, в наиврите» она называется. Смысл этой книги, в ней 28 глав, чтобы объяснить те качества и те… Знаете как, наиврите это называется «Медот». «Медот» – это можно перевести как «качество», но вот, например, сейчас мы изучаем раскаяние. Раскаяние нельзя сказать, что это качество характера в принятом нами восприятии, да? Раскаяние – это программа мышления, назовем это так. То есть, я рассматриваю человека как набор функций, да? Человек – это набор функций, собранный в одно целое. И вот в человеке есть, например, Пол Маклин, когда-то описал мозг, значит, моделью, называется модель мозга Пола Маклина «Три мозга», да? Он назвал это, значит, он говорит, есть инстинктивный мозг, есть лимбическая система мозга млекопитающих, рептильный млекопитающих и неокортекс, мозг человека. Вот он так описал, да? Ну, действительно, оно так работает, да? Есть как бы инстинктивные процессы, управляемые одним модулем, есть эмоциональная сфера, управляемая другим модулем, да? Есть рациональный неокортекс, да? Это мышление, связанное со словами. Это совершенно другой модуль мозга. Можно даже сказать? Можно. То, рано случается, есть у человека животная душа, это то, что управляет, душа, которая управляет как раз инстинктивным мозгом, можно так назвать. Есть нефешбеемид, есть, вот знаете, как это очень интересно, красиво. Ецарара, это злое начало, это имеется в виду инстинктивный мозг. Животная душа, это нефешбеемид, это как лимбическая система соответствует мозг млекопитающих. И есть у человека то, что называется божественная душа, это соответствует неокортексу. Ведь неокортекс это просто кора головного мозга с возможностью разговаривать. Но если человека там, например, по-моему, до 9 лет не научили разговаривать, то у него речевые центры вообще, они атрофируются или они не развиты. Вот эти все мамы, которых находят там в лесу, они не могут разговаривать. Они сами не научились разговаривать, жили с волками, но что-то они не научились разговаривать. Значит, нужно научить человека говорить, да? Получается, что вот это программное обеспечение, которое учится, оно называется в Торе стехель. Стехель – это интеллект. Интеллект – это как вот, если в компьютере мы возьмем, вот есть в компьютере железо, да, как коробка, компьютер, а есть программное обеспечение. Вот так же мозг человека. Есть как бы коробка железа, да, это неокортекс, там все вот эти вот, кора головного мозга, там все. А есть программное обеспечение. Это информация, которая заходит. Это правила, это принципы, это какие-то модели поведения и так далее. И вот Тора – это информационная система, которую, если ее загрузить, эту программу, да, в мозг, в интеллект, и с помощью этой программы смотреть на окружающий мир, воспринимать мир, мы все равно воспринимаем с помощью каких-то программ. Вы же эти вот звуки сейчас слышите, но если вы русский знаете язык, они вам понятны. А если бы вы не знали русский, были бы непонятны. Те же самые звуки, а программы нет у русского языка. Все, до свидания, не повезло. Сидишь, звук слышишь, а понимания нет. Вот, и теперь вот в этой вот общей глобальной программе Тора есть программа, которую мы сейчас изучаем, которая называется «Раскаяние». Значит, раскаяние – это как в компьютере, это просто. Тебе говорят, ну смотри, если ты программу хочешь удалить, нажми кнопку «Удалить программу», и она удалится. А в интеллекте оно не так работает. В интеллекте для того, чтобы удалить программу, ее удалить вообще нельзя. Вот это удивительная тоже вещь, что в интеллекте то, что ты уже запомнил, это уже стереть нельзя. Но можно, знаете как, вот, например, я ручкой напишу, напишу сейчас ручкой слово, например, какое-нибудь плохое слово я напишу, да? Дурак напишу, да, слово, дурак, к примеру. А теперь я возьму, и вот это слово написано, я уже ручкой написал, стереть не могу, правильно? Теперь, ну я возьму это слово, и возьму, поставлю точечку после «Д» и «У». Что у меня получится? «Ду» и слово «рак». Я напишу «ракушка». Вот так я лучше сделаю. «Ракушка», да? «Ду» – «ракушка». Двойная «ракушка» у меня получилась. То есть, я взял и сверху вот этого слова «дурак» написал «ракушка», и «Д» слово, да, «ДУ». Я могу написать «буду», «гу» еще напишу. Получается «буду ракушка». То есть, уже у меня совершенно другой смысл. Теперь, вот этот вот механизм раскаяния, он примерно похож, может быть, на такое, да? То есть, я говорю, вот я думал, что правильно быть нудистом, например, да? Вот, например, кто-то, допустим, там, я не буду ни на кого для примера показывать пальцем. Кто-то раньше был, например, там, активным нудистом, да, активистом таким. И он, почему он был нудистом? Он думал, например, я помню, у меня работала девочка когда-то. Очень такая культурная, духовная девочка. Старалась она там вот, ну вот, искать какую-то там. Ну, очень была порядочная, да? И она замужем была, и у нее ребенок был. И они были нудисты. И они вот с ребенком, значит, ехали в Крым тогда еще, спокойно, нужно было ездить. Она рассказала на работе. И говорит, вот мы поехали в Крым, вы нудисты, значит, натуралисты, все. И с ребенком. Я говорю, а как с ребенком? То есть, вы, а как с ребенком? Нормально с ребенком? Все голые, значит, ходят там, все. Как-то вот у меня в голове по Торе нельзя так, да, четко нельзя. Чтобы ребенок, голый ребенок с голыми папой и с мамой среди там голых каких-то нудистов вообще тусил. Это неправильно. Что со мной у него с психикой, потом будет сбой какой-то, да? Но потом она, допустим, я не говорю про эту девушку, другой какой-то человек, он был активный нудист. А потом он, этот активный нудист, стал активный, значит, допустим, футбольный болельщик. И он, этот футбольный болельщик, потом он стал таким активным футбольным, обычно активный нудист, и потом становится активным футбольным болельщиком. Потом он попал футбольным болельщиком, думает, не, это что-то скучное, мне вот это ходить, драться, орать все время. Я лучше буду активным туристом. Стал он активным туристом. А потом в итоге он сидел в тайге где-нибудь, комары его закусали, все. И он говорит, Всевышний, спаси меня от медведя. И когда он молился, спаси меня от медведя, в этот момент его вдруг, значит, как-то зацепило. И он стал, изучая Тору, в интернете нашел уроки Тора, Вейкра. И что ему теперь делать? Он же не забудет, что он был нудистом, не забудет, что был футболистом. Он не забудет, что был натуралистом, туристом. Делать это нудисту бывшему, да? И он может спокойно начать изучать Тору и сделать шуву раскаянной. Он говорит, служите, Всевышний, я тебя прошу. Я то, что раньше делал, вообще не собирался делать. Делал неосознанно. Теперь я стал осознанной. И я теперь хочу только соблюдать заповеди, жить святой жизнью, развивать душу, удостоиться вечной жизни. И, то есть, у меня совершенно другие интересы. Теперь, как это сделать? Вот мы изучаем. Значит, ну, его же злое начало, инстинктивное, оно продолжает его вести куда? Значит, хорошо, если он был нудист. А если он был, например, там, ЛГБТ-активист, например, да? И его эти ЛГБТ-активисты под окнами стоят и дальше заманивают ЛГБТ-активисты. Давай, пошли на парад гордости. Он говорит, ребята, я уже религиозный, я не пойду. А они говорят, эти ЛГБТ ему, давай, пошли, чего ты там, это самое, религиозный. Там сейчас набухаемся, наркотиками накачаемся, и будем кайфовать. Он говорит, не могу никак. И вот здесь мы вчера остановились на том, что раскаяние ограды. Человек, который знает, что где он может споткнуться, он должен там построить ограду. И если он знает, что его ЕЦРРА, вот это зло его начала, он очень активный, то ему надо прям удалиться, ну, построить огромную ограду, как буферную зону. Да, сейчас есть такое, все еще знакомы с выражением. Буферная зона. Ему надо поставить буферную зону от этих вот ЛГБТ-активистов, чтобы они даже приблизиться к нему не могли. А как он это может сделать? Уехать куда-нибудь на Кавказ, например, где они туда же не поедут. Дальше здесь рассказывается история про царя Давида, что у него было злое начало очень сильное. То есть есть в притчах царя Соломона, первый раз я вообще столкнулся с притчами, я помню, я приехал в Ешиву, в Израиле. Значит, ну вот мы сидим целый день и учим Тору. И я первое время засыпал, мой мозг не выдерживал. То есть он не привык к такой интеллектуальной нагрузке. Я помню, я там, например, там, ну, утром помолились, рано аж встать надо, помолиться, потом, значит, и потом сидим учимся. Ну, один урок получился, второй. И вот я помню, когда я Талмуд, я только открывал Талмуд, и меня вырубало просто, у меня мозг выключался. Я же спортсмен, я не привык к интеллектуальной работе. Я привык к физической работе. А тут вообще просто конкретно я засыпал на этих уроках Талмуда первых. И, значит, я пришел к Рош-Ешиве. Рош-Ешиве – это глава Ешивы, да, первое институтное. И говорю, Рав Гвидер, его была фамилия Гвидер, он был из Швейцарии, из Сюрика. По нему можно было часы сверять. Он заходил, вот, например, урок начался в 9. А я еще иврит не знал тогда, я же только приехал, и я на его уроке не ходил, потому что я иврит не понимал. Я ходил только на уроке русскоязычных лавинах. И, значит, я уже потом чуть-чуть, а там через 3 месяца, допустим, я уже подучил инрицу, я к нему прихожу и говорю, Рав Гвидер, говорю, почему мы не играем в футбол на перерывах? Давайте я организую сейчас футбольную команду. Будем играть в футбол, бегать, тренироваться, потому что люди как, ну, не живые. Целый день сидеть с книгой, это же можно с маски. Я ему говорю, почему мы не играем в футбол? Давайте будем спортом заниматься. А он открывает мне в притчах царя Соломона, есть такой отрывок, там написано так. Если нет быков, то, это перевод на русский так, если нет быков, то ясли, это где быков хранят, да, то ясли чисты. То есть вот этот вот хрен, где быки стоят, значит, если нет быков, там чисто. Много пользы от силы быка. И он мне говорит, смотри, если у человека есть вот это вот животное начало, которое можно сравнить с быком, животное. Теперь, если это животное начало, оно слабое, вот ты сидишь такой и засыпаешь, ты уже не пойдешь, ни к девочкам ты не пойдешь, ни выпивать ты не пойдешь, тебе спать хочется. Какой тебе, куда тебе к девочкам идти? Если Ецерара, он слабый, вот у человека это инстинктивное животное начало, у него мало шансов согрешить, ясли чисты, то есть ты тогда живешь чистой жизнью. Но много пользы от силы быка. Но если у тебя есть этот бык, и ты этого быка своего зарядил на святость, то, конечно, ты можешь сделать невероятные вещи в служении Всевышнему. Но большой риск. И он мне говорит, смотри, если вы сейчас в перемену пойдете в футбол бегать, вы потом не вернетесь. У вас, ну, там, молодежь, 20-25 лет, человек наигрался, набегался, и все, и убежал, и лови его потом. Да, он сам себя поймать не может, он же себя не контролирует. Дури много, поэтому человек интеллектом, он не может себя обуздать, когда у него дури много. И вот, значит, здесь как раз написано, что царь Давид, он свой Ецерара уничтожил. Некоторые полагают, что уничтожил постом, а некоторые утверждают, что он удалился от своих жен, и ему, он сублимировал вот это свое либидо, сексуальную силу, в он был воин, и они побеждали там, воевали и так далее. И дальше автор этой книги, он пишет, голод лучший способ покорить злое начало. Голодая, человек уменьшает наслаждение и удовольствие, получаемое от еды и питья. Вкусно наслаждается лишь вкусным запахом. Следует меньше мыться горячей водой, потому что горячая вода приятна телу. И, значит, пусть будет хорошо приготовлено, но немного еды. Пусть количество еды будет немного меньше, чем человеку нужно, чтобы он не полностью насытил свое вожделение. Если наслаждаешься трапезой, написано в Талмуде, трактор Дикин, останови себя. В этом две положительные стороны. Во-первых, еда не повредит. А во-вторых, так покоряется злое начало и одерживается победа над вожделением. Значит, и так же следует поступать во всех случаях наслаждения, не наслаждаться полностью. Давайте разберем это. Вот есть у человека его тело, его тело, которое живет своей жизнью. Животная жизнь, хочется размножаться, кушать, лежать. Тело, оно живет своей жизнью. Это человек своим интеллектом. Он все время это тело поднимает для того, чтобы реализовывать задачи интеллекта. То есть, там, поднимает свое тело на работу, кто-то ведет свое тело в спортзал, кто-то свое тело тащит в театр. Ну, зачем тело в театр? Вот как вы думаете? Тело в театр вообще не надо. Тело в театр, ну, тот ему говорит тело, слушай, давай, пошли. Тело говорит, ой, там лестница высокая, я не хочу. Голова говорит, ну, там же театр. Там же, может быть, в театре буду сидеть, смотреть. У человека выбор, да? Если тело очень слабое, вот, допустим, добавим, человек очень слабый такой, да? Полный, весит там, у него лишний вес огромный, да? И ему надо идти в театр. И тело говорит, не, не, там лестница высокая. Был бы лифт, я бы пошел. А я без лифта не пойду. Он интеллектом был, говорит, не, пошли, ладно, уговорил он свое тело, затащил он его в театр, да? Затащил в театр. А тело в театре ему говорит, не, 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 хочется кушать. Я же привык много кушать в это время. Давай из театра в буфет, значит. И тело его тащит в буфет. А устал. И когда тело руководит человеком, то обязательно тело в буфете подскажет ему, что надо выкинуть, чтобы, знаешь, как бы полегче стало, да? И он в буфете накатил, значит, накатил, поел еще. И дальше он головой понимает, ему врач сказал, нельзя кушать много, ты вредишь себе, у тебя лишний вес. Тебе нужно, наоборот, лучше по лестнице 20 раз вверх-вниз, вес, вверх-вниз, чем сидеть здесь кушать. А тело, оно хочет. И вот люди, которые живут, ими управляет тело, да, животная их часть, он, значит, еще выпил, еще поел, еще выпил, еще поел. И в следующий раз он даже в театр уже себя вытащить не может. То есть даже на какое-то такое свое интеллектуальное, эмоциональное удовольствие уже тело победило. Человек, который управляет собой, и он не дает себе, он даже в момент, когда тело наслаждается, он регулирует и контролирует вот этот процесс. И он может остановиться в любой момент. Он каждый раз останавливается, чуть-чуть не доедая, чуть-чуть не допивая, там, например, в... И наоборот, он тело заставляет. Лифтом, не, не буду пользоваться, давай тело, работай. Он продолжает, как бы, свое тело контролировать своим интеллектом. Это называется победить свой ецерара. Это называется победить свое злое начало. И поставить его под контроль своего интеллекта. А интеллект под контроль божественной души. И так дальше человек совершенно спокойно выполняет заповеди. Ему вообще не сложно. Дальше он пишет так. И уж нечего говорить, что человек должен беречь себя от кушаний, которые вредят ему. Тот, кто ест то, что ему вредно, имея возможность обойтись другой едой, совершает преступление против своего тела и своей души, потому что потакает своему вожделению и не заботится о своем теле. Это путь злого начала, совлекающего с пути жизни на путь смертки. И пусть каждый живущий и говорящий, то есть человек знает, что у злого начала нет иного пути, кроме как начать с дозволенного ему. И уловки его начинаются с того, что ему разрешено. Значит, понятно, да? Теперь, если, то есть начинается, начинается все с чего? Начинается все с того, что человек начинает дозволенные ему вещи, удовольствия, да, которые можно делать. Но он в них начинает увеличивать и увеличивать и увеличивать, и увеличивать и увеличивать, и потом он уже не может, он становится рабом вот этих удовольствий. Дальше, когда он стал уже рабом удовольствия разрешенных, тогда злого начала его начинают постепенно сдвигать на неразрешенные. Слушай, ну какая разница уже тебе? Ну ты уже и так, ну так уже съешь некошерное. То есть ты ж не можешь уже не есть. То есть, если ты ел, ел, ел. Понятно, да? Теперь нужно начать в обратную сторону раскручивать. Я советую всем начать с приседаний. Это очень простое упражнение. Вот ты просто заставляешь свое тело встать со стула. Раз встал, два встал, три встал. Все, дошел там до 20 раз встаешь со стула. А потом ты так делаешь каждый час. Дошел до 100 приседаний в день. 5 подходов по 20 раз. И ты управляешь тело. Теперь с едой. Не спеши. Хочется сразу все проглотить. Кушай медленно. Хочется съесть две тарелки. Съешь одну. Потом от одной половины. Потом от половины четвертина. То есть, управляй собой. Управляй собой своими. Ни в коем случае. Как можно, например, убивать себя какими-то вредными привычками. Но опять же, нужно начинать по чуть-чуть. Потому что, когда есть такое выражение в Торе. Когда грешник по вожделению, он умирает. Он видит свой Ецерара, который его сломал. Смысл в чем? Что тот, кто поддается вот этим своим слабостям. Он в конце видит, что эти слабости, они были. Ну, то есть, его сломал этот Ецерара. Он очень слабый по факту. А Тсадик праведник, он когда победил все вот эти вот свои слабости. Там этот Ецерара. Все находятся. Пока человек жив, у него постоянно есть такая линия фронта. В которой его животная сущность, она вступает в противоречие с его божественной душой. Именно на вот этой линии фронта происходит выбор. Да? Вот это свобода выбора. То есть, ты выбираешь действие, которое полезно твоей душе. Или полезно твоему телу. Не полезно. Или которая тебя ведет, твоя животная, вот эта натура, которая по итогу-то она хочет убить человека. То есть, смотрите, как Всевышний сделал. Вообще, очень так интересно. Вот это животное начало, его смысл выживания. И человек, который хочет кушать, то сама функция кушать, есть еду, да? Она ему нужна для выживания. Ну, теперь смотрите, как дальше работает. То есть, если это ему нужно для выживания, когда он поел полезную еду, немного, он должен остановиться. Но эта же функция, которая ему нужна для выживания, она его ведет, и он ест дальше больше, больше, больше. У него лишний вес. То есть, ему, казалось бы, вот эта функция выживания должна его остановить, а она его ведет наоборот. Есть люди, которые там переедают, переедают на жирение умерли, да? Другой вариант. Алкоголь. Ему плохо. Но алкоголь же это яд. Он чуть-чуть взял этого яда, ему стало лучше. Как говорит царь Соломон в притчах, он говорит так, что дайте вино тем, кому грустно, и дайте шахар, это крепкие алкогольные напитки, тому, кто потерялся. Значит, ну, человек, он потерялся в своей жизни, в своих мыслях, ему плохо. Обычно люди пьют, потому что им больно внутри, им плохо. И они с помощью алкоголя, они хотят снять эту боль. А боль у них возникает из-за неправильного мышления. Они потерялись в своих мыслях, да? То есть, конкретно, как царь Соломон сказал, дайте шахар, вот этот крепкий алкогольный напиток, дайте абэд, это с алифом, тому, кто потерялся. То есть, он алкоголик, он выпил, и он забыл свою, что как ему плохо, как ему это. У него вся его мыслительная структура, она разрушилась. И он в этот момент пошел песни петь, танцевать, значит, все. Потом он его отпустил, ему опять плохо, он смотрит, а алкоголик, без там семьи, без этого, без работы, больной, все. Он думает, не, не могу в такой мысли жить. Опять напился, опять попил чуть-чуть, пока выпил. Но дальше царь Соломон пишет, но нельзя давать алкоголь, нельзя пить алкоголь царям и знающим тайны. Потому что оно наоборот рушит, то есть алкоголь, он рушит вот эту вот модель мира, систему мышления, в которой человек живет. Ну получается, вот этот вот инстинкт выживания, он должен останавливать человека от алкоголя, а он не останавливает. То есть мы видим, что вот это вот инстинктивное животное злое начало, оно с одной стороны человека спасает, но в какой-то момент включается программа, то есть оно, можно сказать, такое, это животное инстинктивное начало, ну это просто программа, да? А почему оно называется злое начало тогда? Потому что все нарушения воли Всевышнего, они как бы управляются и включаются вот этим вот инстинктивным началом человека. То есть вот это вот инстинктивное животное начало, оно является двигателем всех нарушений воли Всевышнего. Поэтому человек, который хочет не нарушать волю Всевышнего, он берет, обуздывает это свое злое начало. Как лошадь такая, дикая лошадь есть, которая умеет управлять этой лошадью, а есть, которые его посадили на лошадь и лошадь едет куда она хочет. Так вот задача человека духовного это оседлать свою вот эту внутреннюю лошадь, свое животное начало и поставить его на службу своей души. Все, вот это то, что мы сегодня поняли. Из чего нужно начинать контроль пищевых своих привычек. То есть то, что мы сегодня изучили, что пост или ограничение себя в разрешенном, это путь к контролю над вот этой внутренней лошадью. То есть там, где ты, ее нужно контролировать везде. И чем больше ты ее контролируешь, тем более она послушная. Чем меньше, тем она менее послушная. Все, с Божьей помощью до завтра. Спасибо Всевышнему, что нам помогают учить Тору. Спасибо Всевышнему, что, как говорится, пришел очиститься, ему помогают. Что он нам помогает очистить свою душу. И чтобы Всевышний дал нам для этого все, что нам нужно. Здоровье, ресурсы, деньги, спокойствие, хорошие отношения. И чтобы было все условия для служения Всевышнему. Все. Всем спасибо. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok